Смешанные единоборства набирают популярность не только среди молодежи, но и подрастающего поколения. Хасавюрт вновь примет не одну сотню спортсменов со всего Северокавказского федерального округа. С 3 по 4 ноября состоятся самые долгожданные для Хасавюрта состязания – первый чемпионат по смешанным единоборствам на призы клуба «Боевые орлы». Это событие является самым ожидаемым этого года. Турнир обещает быть на высоком организационном уровне, сказал главный тренер клуба «Боевые орлы» Надарбек Хабибов. С этой целью решил провести ее на высшем уровне. Ожидаю от турнира, конечно, в первую очередь это справедливость на данном турнире. Во-вторых, это дисциплина. В-третьих, зрелищность и интерес как самих участников, так и самих зрителей и болельщиков. Зал переполнен. Тренировки каждый день до начала чемпионата считанные дни. Этот турнир – шанс для каждого начинающего бойца проявить себя и свой потенциал, начало карьерного роста. В минувшую пятницу состоялся последний день спаррингов перед чемпионатом. Эта тренировка была особенной. Каждый выложился на 100%. Я тренируюсь в бойцовском клубе «Файтинг Иглз» под руководством Оливера Хабибова. Готовимся к турниру на призы «Файтинг Иглз». Я год тренируюсь в этом клубе и каждый день меняемся с новыми соперниками. Иншаллах. Думаю, я просто стану первым. Хороший тренер. Всему учит. От мелочи до больших. Всему учит нас. Вкладывает душу, помогает нам. Не только в спорте, но и в жизни. Я хотел, чтобы у нас долго был такой турнир. Я очень хотел в нем принять участие и проявить себя. Всем участникам турнира я желаю удачи. Это первый грандиозный турнир по смешанным единоборствам от бойцовского клуба «Боевые орлы». Это будет яркое событие для Хасавюрта. В качестве организатора турнира выступил главный тренер бойцовского клуба Надербек Хабибов при поддержке временно исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагид Паши Умаханова и президента клуба Умахана Умаханова. Напомним, что чемпионат является любительским. Продолжение следует... Продолжение следует...